Канал научпоп И TED Talk Представляют Переводчик, майонаком, редактор, Юрий Цветаев Есть много специалистов в Веб 2.0, которые зарабатывают большие деньги. Они фактически так зарабатывают на жизнь. Я попытаюсь сэкономить вам время и деньги, и закончу всего за 3 минуты. Поэтому потерпите немножко. В 2005 году с парой друзей мы создали сайт под названием Reddit.com. Можно сказать, это сайт для соц. новостей. Все сводится к тому, что на его неприхотливой главной странице вы найдете все лучшее в интернете. Вы находите что-нибудь интересное. Например, выступление TED Talk. Сообщаете об этом на Reddit, и другие читатели голосуют за ваш пост, если он им понравился. И против. Если наоборот. Так создается главная страница, она постоянно меняется. Каждый день страницу посещают полмиллиона человек. Но не в Reddit.com суть. Суть в открытии новых вещей, появляющихся в интернете. За последние 4 года мы увидели всяческие мемы, тренды, зарождавшиеся прямо на нашей главной странице. Но речь идет даже не о самом сайте Reddit, а о горбатых китах. Ну, ладно, технически говоря. Речь о Greenpeace, организации по защите окружающей среды, которая хотела остановить китобойный промысел японского правительства. Горбатых китов убивают. Они хотели покончить с этим. И один из способов достичь этого, поставить одному из горбатых китов передающее устройство, чтобы движение по-настоящему стало воплощением идеи, им захотелось дать ему имя. И как это ныне делается в интернете. Они провели голосование, где перебрали кучу очень эрудированных, содержательных, культурных имен. Думаю, на языке фарси это слово означает «бессмертный». А это, думаю, означает «божественная мощь океана». На одном из полинезийских языков. А затем появился кит «Мистер Шлепающие Штаны». И это было что-то особенное, его называли «Мистер Штаны». Или просто «Шлеп» для друзей. Он был очень популярен в интернете. Даже кто-то из Reddit подумал, «О, это здорово, мы все должны за него проголосовать». И читатели Reddit откликнулись и согласились. Началось голосование, и мы поддержали это начинание. Мы на один поменяли логотип, вместо инопланетянина. Мы поставили кита, чтобы помочь делу. И вскоре другие сайты, например, Фарк, Боинг, Боинг и другие начали говорить, «Да, мы любим китенка шлепающие штаны». На начало голосования его популярность была 5%. Она достигла 70% к концу голосования. Впечатляюще, не так ли? Мы победили. Мистер Шлепающие Штаны. Был избран. Шучу. Ладно. Гринпис, однако, был далеко не в восторге. Им хотелось, чтобы победило какое-либо из их более содержательных имен. Они сказали, «Нет, нет, это ерунда. Мы продлим голосование еще на неделю». Нас это немного разозлило, так что мы поменяли китенка на его борющийся вариант. Пользователи Reddit и Интернета в целом серьезно откликнулись. В Facebook начали создаваться группы и приложения. Идея была «Голосуйте на совесть». «Голосуйте за китенка Шлепающие Штаны». В реальном мире появились лозунги в его поддержку. Вот окончательные итоги голосования. Когда споры утихли, он получил 78% голосов. Чтобы вы ощутили всю силу разгрома, я скажу, что следующее имя из списка получило 3%. Урок был очевиден. Интернет полюбил китенка Мистер Шлепающие Штаны, что очевидно. Это замечательное имя. И всем хотелось, чтобы в любимых новостях упомянули этого китенка. И я считаю, что именно его имя помогло осуществлению идеи. И что еще более классно, впоследствии и Гринпис создали целую компанию по маркетингу. Они продают майки и значки с этим китенком. Они даже создали электронную открытку. Вы можете выслать друзьям танцующего кита. Но важнее всего то, что они добили своего. Японское правительство отозвало. Китобойную экспедицию. Миссия была выполнена. В Гринписе все взволнованы. Киты счастливы. Это цитата. И даже пользователи Reddit в интернете были рады участвовать. Хотя они были фанатами китов. Некоторые из них, конечно же, были. Но мы говорим в общем. Люди были по-настоящему заинтересованы этим великим мемом. И даже кто-то из Гринпис вернулся на сайт и поблагодарил Reddit за участие. Но это не было акт альтруизма. Был интерес сделать что-то классное. В этом и есть сущность интернета. Это великий секрет. Интернет — это поле, где все игроки равноправны. Твоя ссылка хороша настолько, насколько она хороша, и настолько, насколько хороша моя ссылка. Пока у нас есть браузер, каждый может зайти на любой сайт, независимо от бюджета. Пока мы можем поддерживать нейтралитет в сети. Другая важная вещь. Сегодня загрузить что-либо в сеть проще простого. Существует много замечательных платформ и инструментов. Так что вы за считанные минуты можете что-то создать. А расходы так мало, что вы вполне спокойно можете этим заняться. Если вы решитесь на это, будьте честны, искренне, прямы. Один из замечательных уроков, который извлекла компания Гринпис, иногда полезно упустить контроль. Полезно воспринимать себя менее серьезно. Даже если дело очень серьезное, вы в конечном итоге достигнете цели. Напоследок скажу следующее. В интернете можно достичь прекрасных вещей, но информация больше не поступает только от верхов. Если вы хотите преуспеть, соглашайтесь иногда отпускать контроль. Спасибо. Если вам было интересно, поддержите проект подпиской, лайком или комментарием. Ссылки и больше информации в описании к ролику. Спасибо, что смотрите наш канал.